Жители пятиэтажки по улице Солнечная в Новочебоксарске закусали блохи. По словам управляющей компании, антисанитарию развели любители животных в подвале десятки кошек. Одни жильцы закрывают слуховые окна, другие выламывают заглушки и несут корм для животных. Кара для всех одна. На людей в квартирах и на подступах к дому нападают блохи. Екатерина Шеверова отправилась на поиски опасных кровопийц. Дом 17 по улице Солнечная в Новочебоксарске. В подъезд только бегом или в припрыжку. Людей заели блохи. Маленькие кровопийцы раньше терроризировали только жильцов нижних этажей. После проведенной дезинфекции насекомые расселились по всей пятиэтажке. Это меня кусают в квартире. В квартире кусают настолько, что вот даже ночью бывает. Я чувствую, что меня кусают. Я иду под душ. Я смываю с себя этих блох. Блох очень много в подвале развили. Они и раньше были, но не в таких количествах. Мы обратились по вопросу укусов к инфекционисту Чебоксарской центральной городской больницы. Как выяснилось, блохи на теле человека не живут, предпочитают животных и птиц. Обычно насосутся крови человеческой и обратно к своим хозяевам. Заболевание основное и самое тяжелое, которое было связано именно с блохами – это чума. Хотя, в принципе, они могут и салмонеллез передать, и пситокоз, и рикетсиоз. И есть тиф, который передают блохи раньше, в средние века. Да, мы ходили с собачками, с маленькими, с животными какими-то на руках. Почему? Потому что сами животные привлекают этих блох, и блохи, так сказать, не кусают человека, а поселяются на этих собачках. Это был метод борьбы. А у Дмитрия метод борьбы современный. Чуть ли не каждый день, как за молоком или хлебом, бегает в магазин за дихлофосом, чтобы хоть как-то выспаться ночью. Вот кошка бедная наша, кстати. У нее вот ошейник, и как бы капаем постоянно капельки тоже на нее, потому что страдает бедненькая, чешется. Дмитрий купил квартиру в феврале этого года. Наконец-то своя жилплощадь. Сделал ремонт. И тут такой вот сюрприз. Если они блохи имеются, они все равно заберутся в дом. Пол у меня наливной, как бы залитый, и они вот через окон пробираются. Ну, то есть дышать нечем дома. Ну, приходится окна пару. Все равно проветривание проводить, и они заходят. Эти маленькие кусачие насекомые не любят жару, поэтому прячутся летом вот в таких вот подвалах. Местным жителям вечером с заходом солнца без вот таких вот костюмов не обойтись. Последний раз блох в подвале отравили чуть больше месяца назад. Спасу все равно нет. Жильцы просили процедуру повторить. Человек с распылителем появился только вместе с нашей съемочной группой. Это в несколько этапов проводится? Да, да. А сколько этапов должно быть? Ну, вообще два-три. Два. Вообще с одного уходит. Если вдруг остается, то делаем как бы повтор. Потому что они еще больше активированы могут быть. После первой травмы, да? Ну, это в зависимости от ситуации. Смотря какая ситуация. То есть бывает сразу умирает, а бывает остается и приходится второй раз. По закону управляющая компания должна изводить насекомых по плану и по заявкам. Если в подъезде поселились насекомые, необходимо обратиться в управляющую компанию с заявкой на обработку. Обращаем внимание, что за невыполнение требований и нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения предусмотрена административная ответственность. Касаемо жилых помещений, дезинфекцию должны проводить сами собственники МКД. Минувшую ночь в доме 17 на улице Солнечной в Новочебоксарске спали спокойно. Но окна по старой памяти открывать решились немногие. Екатерина Шиверова, Павел Ракетин, Республика Новочебоксарск.